Крокодил Я буду сейчас повторять свою ступительную речь к выходу носорога. Сынок, па, я так, когда ты выходил на сцену, тебе было 4 года, я был моложе на 25 лет, и теперь па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Зайка моя, господи, я сошел с ума. Это ты, сынок, скажи мне, не обманывай крестного, пожалуйста. Тем более, что Пьеху мы оттуда уже вынули. Пьеху мы уже вынули, оттуда другой переставили. Владик Соколовский. Я не знаю, я просто под конец шоу схожу с ума, потому что я настолько обманываюсь и обманываться рад. И обманывайте меня дальше, пожалуйста. Ври дальше. Конституцию вношу новую правку. Врите все, кто хотите, делайте с нами что хотите. Только пойте вот так, как вы поете. Врите уже и шлепайте, и шлепайте. Шлепайте нас, перейди сюда. А потом опять врите. И опять шлепайте. Вот они, современные нравы. Крокодил, отшлепай его этим хвостом. А где, кстати, Чебурашка? Где он? Где Чебурашка? Это в следующем сезоне будет. А, у нас же есть неваляшка. Слушайте, мне нравится, как танцует наш крокодил. Он всегда очень весело выходит, и видно, что он подкован в этом вопросе. Он прекрасный танцор, а может быть даже это хореограф. Но он еще при этом прекрасно поет. Да. Согласен. Очень стильный, с потрясающим чувством ритма. Очень модный. Очень харизматичный, даже через маску прет харизма от него. Дорогой крокодил, позади шесть программ. Так, скажи, пожалуйста, из шести номеров, какой тебе вот ближе всего? Ты можешь, я понимаю, что ты сейчас можешь до номера говорить только да или нет. Ты можешь просто кивнуть, показать или цифру один, два или три. Вот ты в первой программе, сейчас напомню нашим зрителям, пел «Мамба номер пять». Во второй программе ты пел «Карузо». В третьей ты пел «Кружит». В четвертой пел «Странник». «Кружит». «Кружит», да. А в пятой «Вирчулы». А, вторая. «Карузо». Ближе всего «Карузо», потому что тебе это не свойственно, да? И потому что, да, именно во второй программе крокодил показал, на что он способен, даже тем, кто знает, насколько он классный вокалист. Я соглашусь с крокодилом, для него это был прям большущий прорыв. Уважаемые жюри, наш крокодил очень наблюдательный, поэтому обратим внимание на его подсказки. Рад приветствовать вас, почтенная публика. Ждали крокодила? Еще бы! Вы знаете, я тут услышал выражение «Ты то, что ты ешь». И что же это получается? Я немного зебра, немного антилопа и немного любопытный ковбой. Так? Понятно тебе, почему насчет меня у судей всегда такие странные версии. Я тебя разгадала, Никита Пресняков! Я обожаю эту версию Стас Пьех, Владик Соколовский. Это же может быть Биг Баев. Вот вы смотрите на меня и думаете, что я хладнокровная бесчувственная рептилия. А ведь это не так. Я очень ранимый. И вот здесь бьется горячее сердце. Когда я слышу музыку, просто не могу сдержаться. И сразу начинаю танцевать. Есть во мне особенный танцевальный дух. Без этого духа я просто никуда. Понимаете? И я танцую разные танцы. Современные, и уличные, и даже народные. Главное, чтобы музыка радовала. И нас, и прекрасных крокодилец. Я бы сейчас как следует потанцевал. Хоть нижний брейк, хоть барыню. Но посмотрите сами. У меня же хвост. Он мешает. Из-за него меня же реально заносят на поворотах. Но ничего. Однажды я его сниму. И вы у меня еще бабляшете. Все. Я на сцену. Встречайте крокодила. Субтитры сделал DimaTorzok Я могу сыграть. Дорога мой дом. Небо моя тетрадь. Пока мы вздвоем. Мы точно не будем спать. Ночь меня ждет. За мокрым стеклом. Это не волос Влада. Дорога моя тетрадь. Молчание и слов. По струнам мой ток. Доводит до слез. Ты плачешь, ну что ж. Что ж новов все рьет. Кофе мой дом. Музыка мой дрем. Кофе мой друг. Я буду сыграть. Дорога мой дом. Дорога мой дом. Марина, ты че, Марина. Небо моя тетрадь. Пока мы вздвоем. Мы точно не будем спать. Кофе мой друг. Музыка мой драк. И все, что вокруг. Я могу сыграть. Кофе мой дрем. АПЛОДИСМЕНТЫ Крокодил! После литра кофе просто на разрыв. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это что? Вот голос народа. Голос народа, пожалуйста. И это не купишь. Это правда. Ребята, это шок. А что сейчас было? Что сейчас было, действительно? Что это было-то? Что это было? Вы понимаете, что сейчас было? Это был шок. Я, если честно, в таком шоке от увиденного, от услышанного. Давайте сядем, потому что это невероятно. Вот это да. Так обыграть, вжиться в роль. Так вообще нас втянуть в свой театр одного актера. На переживание вот в это. Да, вообще человек... Вдуматься только. Человек в маске. Жуткого крокодила. И мы становимся соучастниками его жизненной истории, которую он рассказывает в этой известной песне. Потрясающей. Кстати, я забыл, кто... Женя Мельковский, группа «Нервы». Потрясающая песня. Вот такая. Вот вы молодцы, образованные какие. Молодцы. Я даже не хочу знать, кто ты. Мне это неинтересно. Но разбиваются наши версии-то все. Я вообще, я вообще уже запуталась. Они разбиваются все пух и прав. Я тоже потерялась. Я сейчас... Вообще, почему так? Мы столько программ слушали и слышали определенного артиста. Потому что мы ничего не слышим и не видим. Я не понимаю, почему так происходит. Я даже не понимаю. Нет, в первой программе это у меня был Стас Пеха. Ну все, забыли. Подожди, я сейчас его опять немножечко услышала. Слышала? Я скажу больше. Я не услышала здесь Влада Соколовского. Я не услышала. Вот, вот. Вообще. Ты не знал. Я увидела какой-то такой невероятный шаманский танец, который погрузил нас вот в эту атмосферу. Облачная кровать, летящая, какие-то переживания, такая драма. Опять фантастический номер. А вот в этой песне, вот в этой песне он напоминал мне даже Джонни. Да, кстати, может быть. И немножко Никиту Преснякова вам напоминал. Мне Никиту Преснякова и Володю мне напомнил. И Джонни. Джонни, молодец. Я думаю, что это знакомые нотки. Но это только в этой песне. Это только в этой песне. Ой, если там Джонни. Ой, Филипп, мы. 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 Мы тебя ведем в ЦУМ. Нормально оденем. Выбирай все, что хочешь. Да. Но придется встать в очередь. Там еще перед тобой будет четыре человека. Но слушайте. Ребят, все-таки крокодил. Это, ну вот, я не знаю, я Соколовского все равно слышал. Я вам так скажу. Многогранный. Это просто говорит о том, что человеку дали возможность показать себя с лучших сторон. Что во время песни к посвящению Икарузу. Что сегодня. То есть это тот самый случай, когда у тебя вроде настолько классный тыл в виде потрясного номера, суперпрофессионального, красивого балета. Но ты в какой-то момент делаешь все, чтобы просто на тебе, как будто невидимый вот этот, знаете, луч, когда пушкой тебя высвечивают. Снял с языка. Я ничего не видела. Да, да, да. Как будто тебя высвечивают пушкой. И все остальное вокруг просто меркнет. Потому что ты своей энергетикой заполнил не то что сцену. Ты вообще сейчас заполнил огромную страну. Потому что я уверен, что все, кто смотрит шоу «Маска» сейчас, сказали тебе спасибо. Потому что вот эта энергия, она очень-очень дорогая. Вот это сыграть невозможно. Вот те эмоции, которые ты сейчас вложил в эту песню. Потому что это было на разрыв аорты. Очень круто. Спасибо. Крокодил-звезда. Так по этой сцене еще не разносило никого. Я понимаю, что кофе твой друг, но я предлагаю сейчас ей пройти за сцену, выпить чай и вернуться к нам по голосованию «Крокодил». Как его это? Штырло. Мне так понравилось. Вот шаманская вот эта вот его пластика. Мне кажется, он по энергетке, Джонни, немножко такой поспокойнее.